Вот почему говорится, что духовная жизнь только может помочь человеку и больше ничего. Ни деньги, ни какие там аюрведы или какие-то что-то. Это лишь все такие вспомогатели, которые могут лишь помочь человеку, что? Что сделать? Не понять. А облегчить. Облегчить его телесную привязанность. На какое-то время? На время обучения. Но когда человек обучился и принял этот дух, все это перестает его беспокоить. Вот почему Парупада говорит, что преданные низшего уровня всегда интересуются аюрведами, астрологией и всякой ерундой. Потому что они еще в телесной концепции. И неплохо бы им это дать. Почему? Потому что это успокоит их ум для получения духовного знания. Но когда они получили духовное знание, они это отбрасывают как ненужное. Без сожаления. Как дети играют, но когда они вырастают, они что выбрасывают? Целыми коробками, ящиками. Что выбрасывают? Детские игрушки. Но в детстве без них что? Не обойтись. Они выплевывают птичку, потом соску, потом сигарету, потом водку, наркотики. Они начинают выплевывать все это. Как ненужное. Они начинают понимать, что это просто вредит им. Им все это вредило. Поэтому они становятся смиренными, говорится. Они выплевывают свое академическое образование, понимая, что это лишь форма лишенная чего? Духа. Вот почему разница между мирским образованием и духовным такая огромная. Мирское образование дает что? Форму. Полную лишенную духа. Мертвую науку. Потому что там Бог-то у них что сделал? Ну конечно, он же умер. Он же умер, елки. Он помер. А духовная наука что дает? Она заполняет в любую форму. Чем? Духом. Духом. И разница лишь в том, подчинится ли человек духовным авторитетам или будет считать авторитетами. Вот почему эти мальчишки с института, сопливые и гордые дурачки, они не могут различить, кто здесь духовный авторитет. Как правильно распознать. Они не квалифицированы. Поэтому они к людям относятся, они очень почтительны к разным академикам, доцентам. Но к каким-то браманам они говорят, ну чего он такой вообще валенок простой, такой ботинок, елки. Чего там его слушать? Так мы с ним так. Давай. Конечно, тебе лет побольше, мы тебя за это очень уважаем. Книжек побольше ты распространяешь. Ничего, скоро мы тебя переплюнем. Скоро ты нам будешь просад раздавать. Скоро мы на твое место попрем. И духовный авторитет не боится, что вы его сбросите, потому что вы сбросите лишь форму, но так и не получите духа. Поэтому есть очень много учителей, но духовных учителей очень мало. Очень мало. Поэтому Джада Барата не был никаким кандидатом наук, ничем. Он с точки зрения мирских людей был кем? Шумасшедшим. А у нас наоборот шумасшедшие хотят быть в глазах мирских людей кем? У нас все наоборот. Там великие мудрецы хотят быть в глазах шумасшедшими. А у нас шумасшедшие в глазах обычных людей хотят быть кем? Кандидатами наук, там всякими докторами, там ну что ж мы, так сказать. Лига защиты всех этих вот. Недоносков. Таким образом у человека всегда остается свобода выбора. Каким путем ему идти? От чего отрешиться? И эгоизм, он вынуждает живое существо привязаться к форме. И здесь мы с вами, душа заключенная в форму тела. Тонкого и грубого. И вся наука современная направлена, как живое существо удовлетворить на грубом и каком? Тонком плане. Как удовлетворить его телесные потребности? Это цели всех этих книг, наук, фильмов и все остальное. Всякие шматрицы, да всякая, да братва и кольцо. И кто-то там все время пишет. О, матрица сделала прорыв. Вы читали, видали. Прямо одентично с Багавадгитой, да. О май гад. Вы шутите. Вы так ничего и не поняли. Ни грамма. И кто-то говорит, материалисты заинтересовались духовной наукой. Шутите. Равана очень интересовался ведическими науками. Очень. 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 Тектуально озабочен был. Поэтому веды сулили ему. О, сколько. Поэтому, если вы видите, что ученые заинтересовались ведическими знаниями. О, не будьте глупцами. Равана, сколько бы не узнал. Так и не стал преданным. А вот его братан, братушка был у него. Его звали Вибижина. Он стал преданным. Он стал преданным. Он не хотел эксплуатировать веды. Он хотел понять их. Так вот, если ученый, хоть один ученый, попытается понять ведическую концепцию. Ему цены не будет. Но если он захочет ее что? Использовать. О, использовать. И как вы думаете, в чем разница? Между божественными и демоническими натурами. Ложное эго что хочет? Понять или использовать? Оно хочет понять, как оно может это использовать для своих чувственных наслаждений. А Бхакта хочет понять. Что? Конечно. Как все, что у него есть, занять в наслаждении Кришны. Итак, два настроения в изучении любой науки. То есть, соприкосновение с любыми объектами. Получение информации, знаний. Как предаться Кришне? Это преданный. И непреданный. Кого народно называет демонами. С чем бы они не соприкасались? Они думают, как это занять в своих чувственных наслаждениях? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова